Мечеть на пересечении улиц Социалистической Держинского начали возводить еще в 2003 году, однако работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Спустя 12 лет строительство Дома Аллаха будет возобновлено. В нашем приходе очень много молодежи ходят на намаз. Вот у нас здесь площадь 130 квадратных метров. Здесь в пятничный намаз уже люди не входят, то есть места не хватает. Это уже говорит о том, что у нас зрела проблема увеличения площадей. Да, Аллах, иншаллах, если построим мечеть, там разрешаются все проблемы, иншаллах. Меня радует то, что администрации города и ведущие бизнесмены города, они одним голосом сказали, будем строить. Значит, пришло время. 20 июля Тавкель Хазрат встретился с предпринимателями Нефтекамска, чтобы обсудить строительство религиозного учреждения в западной части города. Финансирование работ ложится на плечи предпринимателей и будет состоять в основном из пожертвований. Еще один вопрос касался подрядчика. В 2003 году укладкой фундамента занимался Трестбашнефтепромстрой. Это предприятие и продолжит возводить мечеть. Финансирования как такого четкого нет, и поэтому мы сейчас будем делить на этапы. Сейчас будет первый фундамент выполнен, подстроен, приведем его в божеский вид, как положено, значит, будем ставить первую коробку, посмотрим, в первую очередь нам подвезти его под крышу, значит, под крышу и укупориться в этом году, естественно, по мере того, как будет позволять финансы. Следующее собрание по вопросу строительства мечети пройдет через три дня. Имам Хатибу и предпринимателям предстоит определить количество материалов, необходимых для строительства и ряд других организационных вопросов. За это время объект должна осмотреть комиссия, которая определит объем разрушенного фундамента, непригодного для дальнейшей постройки. В полной мере строительство начнется с поступлением подписанных документов и проведением необходимых коммуникаций. Татьяна Галиева, Ренат Гемазов, информационная программа «Ежедневник».